всем привет сегодня у нас 20 августа 2020 года ну то я хотел бы сделать видео обзор американского метрогенератора airx после 6 лет работы немножечко о нем рассказать получилось что я его недавно снял с масты но для того чтобы проверить его состояние подправить давайте посмотрим здесь вот что написано что заявлял производитель так сейчас он умеет у меня вообще вот такой вот вид тоже переделанный модернизированный вообще изначально он был у меня вот таким вот как показано на картинке давайте посмотрим что тут характеристиках написано постараюсь подвести поближе вам было понятно ну надеюсь вы это успели зафиксировать поймать так ну давайте смотрим дальше о тех процессах которые вот пришлось мне сделать для того чтобы у меня стал нормально работать моих условиях ну для начала конечно он был вообще с такими вот лопастями видите вот этого черненькая она вот тут даже на конце немножко обломана ладно смысл такой что стояли такие вот лопасти потом вот вообще пробовал разные вот это тоже вот одна из лопастей которые я оставил она получается по длине где-то сантиметров на 10 на 12 побольше чем вот оригинальная но я хочу сказать лопасти увеличенного диаметра вот вообще на этот ветрогенератор как бы смысла ставить нету если это сказать по-русски то начинает это выглядит так как будто зайцу поставить слоновые яйца почему начинает заносить там тесте и прочее поэтому лучше на такие ветрогенераторы ну вообще не ставить слишком большие лопасти увеличенного диаметра можно конечно менять вот конфигурацию да если не брать в учет то что обломано в общем то вот это вот лопасти которые сейчас стоят они соответствуют у меня той длине оригинальных ну собственно с ними он у меня и после того как я на этих лопастях уже решил остановиться ну с ними он у меня вот как раз вот пять лет поработал я считаю что вот такие лопасти это для данного ветрогенератора вообще самый оптимальный вариант но соответственно потом мне не понравилось как у него данного ветрогенератора работал контроллер поэтому вот здесь я отсюда вывел три фазы генератора также это самое плюс-минус здесь ну вот и ну здесь соответственно диодный мост самодельный стоит еще и старых советских диодах ну вот ну и конденсатор для того чтобы добавлять напряжение конденсатор я скажу где-то 4000 микрофарад на 50 вольт вот такой вот я сюда конденсатор поставил конечно была сначально идея как-то попытаться вывести сделать вообще трехфазный выход здесь сожалению это невозможно если реально вообще как быть три провода выходит но так получается что два провода это плюс-минус один это земля причем земляной выход он у нас соединен с этим самым прямо четко соединена напрямую с корпусом ветрогенератора ну вот ну так же я удлинил потом хвост после чего он у меня стал четко выходить вот на ветер и четко держать держаться по направлению ветра уже никаких срывов там и прочих проблем не было но к сожалению вот с этим хвостом ну с коротким давайте посмотрим он то собственно вот здесь вот такой же как и на картинке там постоянно бывали проблемы что он с ветром у меня срывался потом что еще интересного кстати вот здесь вот у нас идет винт как раз вот это регулятор напряжения от контролера заряда давайте еще разочек эмблему взглянем которые тут осталось несмотря на то что он 6 лет стоял под дождями и в работе может быть вы что-то тут почитать сможете разобраться ну ладно да ну и самое главное наверно то что многих волнует как вообще себя показали подшипники но вот эти вот подшипники самого метра генератора они в общем-то себя показали неплохо практически не разболтались ничего никаких проблем не было вот эти вот поворотные я кстати не знаю один здесь стоит или два или и вообще какой он пусть я подшипники не разбирал еще но вот здесь появился все-таки маленький люктик но чем разберу его это самое посмотрю какое как он что у него там внутри делается какое состояние а еще последнее забыл сказать вот по поводу вот этой вот резинки которые между крышкой и корпусом ветрогенератора идет ну если так посмотреть внешне по кругу то повреждений как бы нигде не видно но надо вот еще знаете все таки попробовать разобрать его это самое может быть где-то там внутри но снаружи вообще как бы точно нету ночью как то так вот он у меня выглядит ну вот но что еще хочу сказать интересного вот максимальная мощность у него наступает когда он разгоняется до 1800 оборотов в минуту то есть это 60 оборотов в секунду вот в оригинале зарядка начинается ну когда он был изначально сделан где-то при 500 оборотах в минуту но после вот своей переделки он начал заряжаться где-то 350 400 оборотов в минуту то есть это уже я считаю все таки получше ну вот ну и что касается вот этих лопастей не конечно себя лучше всего показали лучше всего стартует с места очень быстро разгоняется если вдруг ветер появляется это буквально 1-2 секунды и он уже несется ну ладно ка на этом прощаюсь пока